Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. Доброе утро всем, кто встречает его на волнах Радио России Псков. С вами Дина Добрешута. Предлагаю буквально с сегодняшнего дня начинать подводить итоги года. Вот расскажу о своих наблюдениях. Я заметила, что в этом году и Псков, и Псковская область довольно часто становились героями разных программ о путешествиях на федеральных каналах. Кроме того, к нам приезжало довольно много разных популярных блогеров, которые тоже снимали разные интересные видео и программы. Что же стало причиной такой популярности нашего края в России? Способствовало ли этому включению Псковских храмов в состав Всемирного наследия ЮНОСКО в прошлом году? И кто сейчас, а хоть не всего, интересуется краеведением? Об этом поговорим сегодня. У нас в студии исследователь и популяризатор истории Александр Окунев. Доброе утро. Здравствуйте. Александр, вы довольно известный Псковский краевед. Ну, наверное, да. Ну вот, судя по тому, какой у вас охват аудитории, все-таки о вас знают и не только у нас, но и по России, не побоюсь этого такого масштаба. Вот, по вашему опыту, по вашему наблюдению, как в этом году было в наших непростых условиях пандемии, как в этом году было с экскурсиями, с желающими приехать и посмотреть красоты Псковской области? Ну, как именно в этом году, мне сказать сложно, наверное, так оценить. Вообще, последние несколько лет в городе гораздо, ну, ожил, скажем так, поток людей, которые приезжают посмотреть. Это можно убедиться, просто придя в Кремль в выходные дни, когда и одна экскурсия идут за другой. И если, допустим, когда я только приехал во Псков в 2007 году, я точно так же приходил в выходные в Кремль периодически, то я вообще не наблюдал людей. Это был пустой абсолютно уголок Пскова. И это меня тогда удивляло. Сейчас это прямая противоположность, иногда пройти просто по Кремлю сложно, потому что действительно боишься, что тебя затопчут туристы. Ну, это, конечно, хорошо, что город любят не только сами псковичи, но и вот люди приезжают полюбоваться. В этом году вам удалось вот успеть хотя бы немного познакомить гостей со Псковым? Ну, хотя я официально являюсь экскурсоводом, я экскурсии профессионально не провожу. Моя сфера деятельности лежит, основная сфера деятельности лежит совершенно в другой отрасли народного хозяйства. Но, тем не менее, иногда эти экскурсии у меня получаются. И, в общем-то, да, то есть есть интересные моменты, есть интересные вещи. Постоянно что-то сам нахожу интересное и новое, то, чего как бы и что-то приходится менять. Совершенно недавно, в 2017 году в Новгороде произошли раскопки, археологические раскопки на Рюриковом городище. Раскапывали Благовещенскую церковь XII века и обнаружили граффити. И одно из граффити удалось восстановить в течение двух лет кропотливых работ новгородских реставраторов. И эту надпись, она очень длинная оказалась, и она повествовала об истории Пскова. И, в частности, в ней было сказано, что князь Всеволод Гавриил был похоронен в Троицкой церкви во Пскове, которую он и создал. Еще до этого граффити я всем рассказывал, в частности, о том, что князь Всеволод Гавриил Троицкого собора не основывал, что Троицкий собор, по крайней мере, в камне появляется только в конце XII века. Это была самая на тот момент господствующая точка зрения в историографии, в нашей литературе. И, соответственно, после этого открытия приходится пересматривать абсолютно все. Потому что в этом случае, если у нас Всеволод Гавриил, как на этой граффити нам сообщают авторы, исследователи его датируют чуть ли не XII веком, то есть практически оно было создано сразу после смерти Всеволода Гавриила. И это меняется наше представление. То есть мы же всегда говорили о том, и все экскурсоводы, и многие, я думаю, и сейчас еще продолжают говорить о том, что Всеволода Гавриила похоронили Псковичей в 1138 году в церкви Дмитрия Солонского в Домонтовом городе. А теперь, поскольку вот это граффити сообщает нам совершенно другое вопрос, а кто же похоронен у нас в церкви Дмитрия Солонского, и чью же могилу обнаружили археологи в свое время. Она получается пустой, эта могила. И это создает новые загадки и новые проблемы, и совершенно по-новому, снова мы должны пересказывать историю Пскова. Главное, экскурсоводу и вообще любителю кривизни, любителю истории вовремя следить за новостями. Но, смотрите, получается, разночтения, вот разные исторические, они, видимо, так и появляются, когда кто-то успел прочитать информацию, а кто-то эту информацию прочитать не успел. Правильно? Это, с одной стороны, да, но есть просто разница во времени очень велика. Я просто сталкиваюсь с тем, что многие рассказывают историю, иногда опираясь на книжки начала XX века, середины XX века, хотя после этого было издано много-много книжек, очень много вышло статей известных наших псковских ученых, и, собственно говоря, точка зрения давно сменилась, а рассказы все по-прежнему идут в русле середины XX века. Это иногда бывает очень грустно слышать или читать, допустим, на просторах интернета. Я не столько слушаю, скажем так, сколько читаю это все на просторах интернета, и, соответственно, это немножко удивляет, и мне очень грустно это. Поэтому, собственно говоря, наверное, и очень часто можно прочесть на моих страницах какие-то критические, не всегда, может быть, кому-то приятные вещи, но, тем не менее, деваться некуда, приходится озвучивать то, что есть в наших статьях, в наших ученых, и говорить о том, что вот не так немножечко нужно рассказывать. Причем иногда ошибки там бывают, ну, такие довольно забавные, иногда бывает просто разночтение из-за описок, да, то есть есть довольно смешные вещи, иногда просто на каком-нибудь очень замечательном сайте, очень хорошем и добротном существует какая-то описка, которая затем тиражируется, и тиражируется не только нашими, тиражируется по всей остальной нашей родине, и возникают довольно интересные вещи, то есть вот бывает такое. Ну, могу привести элементарный пример, то есть он тоже уже старый этот пример, на одном замечательном нашем сайте есть просто описка диаметра Покровской башни, назван в 90 метрах. Если ее вот разместить на местности с таким диаметром, то она уйдет в реку Великую, ну, понятно, что эта описка имелся в виду периметр Покровской башни всего лишь, но это тиражируется, и дальше, ну, вот как бы она представляется людям вообще какой-то громадой. Вот из-за таких вот иногда бывает таких вещей, но в основном, да, вы правы, это из-за того, что у нас выходит очень много литературы, и, к сожалению, эта литература не, скажем так, не доступна широкой публике. Не уходит в народ. Да, широкая публика довольствуется тем, что когда-то было выложено, кто-то где-то рассказал, это могут быть материалы иногда столетней давности, потому что, ну, вот оно так. Александр, я вот начала сегодняшний разговор с того, что поделилась своим наблюдением. Вот буквально даже за полгода вышло несколько программ таких о Пскове, вот вкратце, как экскурсия, да, на федеральных каналах, и эти программы, в принципе, они копируют друг друга. Вот в Пскове есть Троицкий собор, вот есть башня, вот отреставрировали Варламовский угол, смотрите, вот есть еще рядом с Псковым и Сборск, это форпост, ну и, собственно, все. Вот есть еще крепостные стены, да, вот тоже о них упоминается. И мне вот интересно, почему, как правило, широкой аудитории, вот по России даже дается очень ограниченный набор фактов о Пскове? Почему вот эти же факты, они, наверное, с середины XX века не меняются? Почему такая усредненная информация? Ну, во-первых, это, опять же, наша традиция, Псков всегда был в тени имени Новгорода, и, в общем-то, поэтому Пскову всегда уделяли намного меньше внимания. Примерно 500 лет. Да, и, соответственно, меньше уделяли внимания, и, соответственно, о нем рассказывают именно так, что это вот один из, младший брат Новгорода, и, собственно говоря, что там смотреть, да, вот это Кремль, это Печорский монастырь, это Пушгора, вот все, что как бы обычно. Когда я, например, приехал во Псков, это была такая стандартная триада. Она и сейчас, по-моему, сохраняется в полном объеме. Вторая причина, на мой взгляд, это причина того, что у Пскова нет денег на музификацию объектов. Это достаточно большая проблема для города, потому что, в общем-то, с одной стороны, у нас есть действительно восстановленный Кремль, у нас есть отреставрированные участки стены окольного города, у нас есть, в общем-то, сохраняющееся большое количество объектов. Но, тем не менее, допустим, у нас проводится ежегодно достаточно большой объем археологических работ, и находки археологов, они практически не музеифицируются. То есть, у нас, по большому счету, можно было бы сделать город-музей исключительно на основе археологических раскопок, потому что находки иногда бывают очень интересные, очень сенсационные, и совершенно по-другому заиграл бы город. Но отсутствие средств на музеификацию приводит к тому, что эти находки, попросту говоря, закапываются обратно. Ну, самый яркий пример – это вот сейчас раскопки были на улице Подземского, все говорили о том, что объект – каменные постройки, которые там были обнаружены, подземная часть этих построек, то есть, их первоначально как бы было заявлено, что, да, мы их музеифицируем, в итоге они ушли под землю под проезжую часть благополучно. То есть, да, они законсервированы, они в будущем, возможно, снова могут быть раскрыты, но это, опять же, в будущем, и когда это будущее наступит, мы не знаем. В 14-м году было обнаружено основание башни 14-го века. Башня, которую никто никогда в летописных источниках не читал. Башня благополучно засыпана, сегодня там газон, стоянка, она никак не обозначена на местности. Ну, в начале 21-го века были раскопки в Покровском углу, была обнаружена Никольская от пролома церковь рядом с церквями Покровая Рождества. Насколько я помню из статьи, там тоже планировалась музеификация или какое-то обозначение на местности этой церкви. Причем там легко, там как бы нет сложности никакой. Рядом пустое пространство, и, в общем-то, это можно было хотя бы обозначить, то есть не обязательно же как бы музеифицировать. У нас проблема еще с обозначением на местности. То есть, вот, например, берем последнее предложение о реконструкции сквера около кинотеатра «Октябрь». То есть, ну, хорошо, мы его не сносим, то есть отказываемся от его сноса, хотя я сторонник того, чтобы его снести, поскольку здание находится в аварийном состоянии, его уже давно планировали сносить еще при советской власти, он диссонирует полностью с нашими историческими древностями, и он совершенно не на месте построен, причем это изначально было понятно. Но даже, бог с ним, мы оставляем этот кинотеатр, но есть проект реконструкции скверика вот рядом с кинотеатром. На этом пятачке, в этом скверике в древности, в летописные времена было как минимум три церкви. Их не обязательно даже раскапывать, мы можем их соотнести на основе старых планов и примерно понять, где они находились. Мы можем показать их контуры, но в проекте благоустройства не предусмотрен показ этих контуров. А ведь, согласитесь, это было бы интересно показать контуры, где находились церкви. Рядом с этими церквями спешивались Василий III, когда прибыл в Псков для того, чтобы его присоединить к Москве. В этом месте спешивался Иван Грозный. Возможно, здесь у этих двух церквей произошла... Ну, если вообще такая встреча была, если существовал второй персонаж, Ивана Грозного с Николкой Саласом, возможно, на этом месте Псков был спасен от разорения в конце XVI века Иваном Грозным. Поэтому здесь как бы вот такие исторические места, они очень интересные, и они даже в проектах благоустройства территории не предусматриваются даже показать, где эти объекты были. И это повсеместно. То есть у нас ведь много... Тоже башню XIV века. Её же можно было, закопав, показать на местности. Тоже вот я только что говорил Никольскую церковь пролома. Её можно было показать просто пунктирно на местности. Недавно была реконструкция той же улицы Советской. Работы, по-моему, проводились и на площади Октябрьской. А это шла стена посадника Бориса 1309 года. Ну, почему пунктиром? Мы, конечно, слабо представляем её направление. У нас есть сложности. Но для туриста здесь как бы не столь важно. Можно было показать хотя бы пунктиром, где находились великие ворота. То есть мы тоже их понимаем, условно понимаем, что это створ улицы Советской современной и перекрёсток с улицы Профсоюзной. Ну, примерно. Угадать, где они были, так сказать, сложно, потому что археологических раскопок не было, а планов не существует. Стены конкретно не показаны в этом месте. Но, тем не менее, примерное место показать можно было. Есть масса простых способов, как показать тот или иной объект через рамки, через различные, да, чисто визуально, проставив их на улице. У нас нет элементарных каких-то, у нас буквально недавно появились указатели, да, какие-то на исторические объекты. Их же долгое время вообще никак не хранило. Хорошо, что появились, вот хочется сказать. Стали появляться стенды. Стали появляться стенды. Иногда они очень хорошие информативно. Иногда они сопровождаются с теми же ошибками, которые были допущены ещё в начале XX века. То есть, ну, вот в детском парке есть стенд, который повествует нам о том, что Василий Дол, некий Василий Дол основал церкви Василия Нагорки Анастасии Римлинки. Ну, не основывал Василий Дол. Это легенда, которая очень поздняя, легенда XIX века, которая ещё Акулич Казарин писал, что нельзя верить этой легенде. Но она у нас на стенде воспроизведена благополучно, и это всё подносится, как, опять же, вот научное знание. Хотя церковь Василия Нагорки, известно, есть замечательный исследователь, знаток архитектуры Псковской Седов, который датирует эту церковь, ну, вслед за Спегальским причём, датирует её серии, мы говорим сейчас о церкви Василия Нагорки, датирует её серии на XVI века. То есть это как бы вот никак не вписывается с той информацией, которая у нас на стенде представлена туристам. Ну, согласитесь, в легенды зачастую гораздо проще верить. И как-то легенда, похожая на сказку, это вообще просто чудо. Вот про княгиню Ольгу у нас, мне кажется, можно целое сказание уже писать. Легенды, они сами по себе замечательные, просто нужно оговаривать очень чётко, что это домысел и вымысел, что это легенда. То есть это не нужно проговаривать. А когда это преподносится без оговорки, это становится от этого печальная грусть. А легенды нет, легенды сами по себе очень интересны, красивы. И я, когда рассказываю что-то людям, то я периодически, да, тоже рассказываю какие-то легенды, домыслы. Но я это всегда говорю, что вот в это сейчас, в это мы сейчас не запоминаем. Это так, просто я пошутил. Александр, вот вы, я бы сказала, посетовали, что у нас не все объекты хотя бы указаны, да, хотя можно где-то поставить табличку, что здесь было, да, как-то вот обозначить пунктиром, но обычный турист, который проездом в Пскове один день, наверное, ему проще запомнить, интереснее посмотреть то, что вот стоит сейчас. Какое ему, в общем-то, дело о том, что было здесь, когда здесь уже выросли ларьки, деревья и так далее? Ну, вот здесь тоже есть вторая проблема. Ну, во-первых, если мы что-то где-то обозначим, то турист уже скоро поймет, что одного дня здесь недостаточно. То есть уже это будет понятно туристу, что надо посмотреть город побольше. Это первое. А второе, то, что стоит, к сожалению, у нас сегодня стоит тоже очень часто в очень печальном виде. То есть мы сегодня теряем огромное количество памятников на Романовой горке. У нас в самой насыщенной достопримечательностями и памятниками, и причем существующими памятниками, это, собственно говоря, Романова или Пахвальская горка. Их там просто огромное количество. Я как-то сел, посчитал, сколько вообще достопримечательностей, то есть мест просто исторических. Там получилось три десятка или четыре десятка. И там на каждом шагу, да, то есть это очень много. И они, палаты 17 века находятся в руинированном состоянии. Рухнул дом Сарпунова, это тот дом, который известен пусковичам как дом предварительства дворянства. То есть понятно, что верхняя часть – это более поздняя постройка, это 19 век в основе своей, но нижняя часть – это 17 век. Разрушение верхней части приведет к разрушению нижней части и так далее. Бесхозными сейчас, по сути, находятся вторые палаты Менщикова. Уже начинает отваливаться постепенно штукатурка там, и это тоже как бы не есть хорошо палаты. Так называемый дворец Марины Мнишек, ну, или третья палата Менщиковых, стоят бесхозными уже много лет, десятков, наверное, лет. И тоже они разрушаются. Это, конечно, ну, то есть когда ведешь гостей по городу, гости, конечно, в шоке. Особенно, когда по ним ведешь, и моросит небольшой дождик, то подойти к ним, попросту говоря, по лужам невозможно. То есть мало того, что у нас руинированные памятники, у нас еще есть глобальная проблема с тем, что доступа ко многим памятникам нет. У нас, ну, наверное, самая большая проблема даже не с городскими памятниками, а с областными памятниками. Однажды, доехав до Кобылевого городища, до памятника, посвященному сражению Александра Невского, я зарекся ездить по этой дороге еще раз, потому что ехать по ней невозможно. И когда там сейчас очередной проект памятника, какой-то грандиозный, сумасшедший, задумывается, то возникает вопрос, ну, может быть, вначале сделать дорогу? Потому что я, честно говоря, больше не хочу ехать. То есть я думаю, что многие туда не хотят ехать. Дорога невозможна. Была, по крайней мере. Может быть, сейчас стало получше. Вы упомянули княгиню Ольгу. У нас есть легендарное место Выбуты, которое считается ее родиной. Но дорога, которая туда ведет, это грунтовка. Дорога ведет мимо, в том числе, курганной группы. И если, допустим, мы хотим показать туристам курганную группу и высадим их на автобусе, то ближайшая проехавшая легковушка все будут в пыли. Там клубы пыли от проезжающих автомашин. И мы больше не захотим высаживать туристов там. Потому что один раз высадив, мы поймем, что этого делать больше не надо. И, соответственно, вот таких проблем очень много. Отсутствие иногда просто элементарного подъезда к памятнику, да, то есть это удивляет. Казалось бы, вот, ладно, как были городище, это далеко, это реально далеко. Но Выбуты – это 15 километров от города. Это известный, ну, в кавычках, бренд, да. То есть, как бы мы… Указатель у нас стоит на перекрестке улицы. Красивый такой деревянный вот на Выбуты. Я имею в виду в городе стоит. У нас на перекрестке юбилейный, и Маргелово есть указатель на Выбуты. Да, с указанием, сколько ехать до туда. Но, к сожалению, к сожалению, вот, когда мы сворачиваем с дороги, с Палкинской дороги, мы въезжаем на грунтовку и, соответственно, получаем все удовольствие от пыльной дороги. Поэтому, как бы, здесь очень много проблем. Ну, и я уже не говорю, а вот в городе Пскове, Романова горка, провести людей по Романовой горке, это достаточно сложно бывает, потому что дворы, на самом деле, у нас тоже представляют себе печальное зрелище. Ну, и плюс, повторюсь, то, о чем начал говорить, это руинированное состояние многих памятников, и туристу иногда показывать обидно и сложно это, потому что приходится объяснять, почему это в таком состоянии, и приходится объяснять, почему город, который мог бы стать очень привлекательным и мог бы приносить достаточно неплохие деньги, объекты, которые могли бы приносить неплохие деньги городу, то есть, поскольку туристы бы ездили бы, если бы привести в порядок эти памятники, туристов было бы на порядок больше, потому что можно было бы сказать, да, в Пскове можно посмотреть то, 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 то. А сегодня, поскольку, ну, во-первых, как я говорил, Псков находится в тени, и, соответственно, большинство турферм питерских везут людей, показывают здесь только Кремль, и говорят о том, что смотреть-то, собственно говоря, нечего. Хотя посмотреть в Пскове есть чего, и есть очень много чего. То есть, объектов очень много. У нас, например, есть объекты XIV века в подлиннике, сохраняющиеся. Их, ну, про XII век мы про церковь не говорим уже, потому что понятно, что это более-менее все знают, по крайней мере, знают про фрески Мирожского монастыря, и туристов туда возят, слава богу. Но про собор Иоанна Претича узнали, наверное, буквально недавно, широкая публика. Хотя там даже подъезд есть. Хотя там даже подъезд, и стоянка есть хорошая. И, правда, дорога была в своё время очень плохой, но сейчас даже улицу Горького отремонтировали, и поэтому там даже проехать очень даже хорошо. Ну, и сейчас возят, насколько я знаю. То есть, это всё более-менее стало лучше. У нас есть объекты XIV века. Это башня Мстиславская. Я вот не уверен, что её вообще показывают, да, потому что, во-первых, её неудобно показывать. Ну, да, она стоит у нас немножко неудачно. А во-вторых, о ней мало кто знает, что она подлинная. XIV века. Так они от XIV века башня. Это самая древняя из ныне сохранившихся башен. У нас все остальные, мы гораздо моложе. У нас Кремлёвские башни вообще новодельные. У нас есть так называемая башня цветными воротами, которая создана впервые в XX веке. А здесь XIV век, подлинный. Там новодельный, только самый-самый верх. У нас есть фрагменты стены XIV века в подлиннике, напольные стены. У нас есть фланговая стена со стороны реки Великой, но она реконструирована советскими реставраторами. У нас есть остатки подлинной стены, напольной стены, которая прячется во дворах гостиницы на улице Красных партизан. Поэтому объектов есть, их можно показывать, их интересно показывать, но они неизвестны широкой публике зачастую в силу того, что мы... Ну и сами псковичи, может быть, зациклены немножко на Кремле. Вот, вот, кстати, о самих псковичах. Насколько вообще вот по-вашему краеведение, да, которое начинается со школы в том числе, насколько оно среди самих псковичей, жителей региона, так скажем, популярно? Не отбивают ли желание обязательной школьной экскурсии в непогоду часто вообще продолжать как-то изучать старину? Мне кажется, это да, отчасти так оно, может быть, и есть, потому что школьная программа зачастую, к сожалению, приводит к обратному эффекту. Но, может быть, это и не всегда, может быть, и кому-то это прививает интерес, но по большей части может быть и так. Город Псков, по крайней мере, у меня так складывается впечатление, но не только у меня, еще в начале XX века в местной прессе было написано, что город Псков – это такой транзитный город, люди приезжают, а дальше уезжают в столицу. Сейчас ситуация такая же, единственное, что Санкт-Петербург перестал быть столицей, но все уезжают в Санкт-Петербург. Это город, где люди долго не задерживаются, молодежь, по крайней мере, живут несколько лет, и затем стремятся уехать. Поэтому здесь, скажем так, проблема в том, что нет людей, которые бы жили достаточно долгий проживающий период, чтобы это было достаточно много людей. Затем, наверное, проблема краеведения еще в том, что она в советское время была немножечко видоизменена и, наверное, немножечко правильно трактовалась. Все-таки краеведение – это достаточно узкое, наверное, понимание должно быть. Я сейчас пытаюсь достаточно узко сформулировать, что такое краеведение. Наверное, могло бы быть. Краеведение – это история нашей с вами семьи, вот моей семьи, вашей семьи. Это ваши корни здесь. Краеведение – это история семьи. Судьба людей, которые жили рядом, судьба друзей семьи. То есть, вот это и есть краеведение. Вот отсюда должна идти вообще история края. То есть, изучение своей семьи, изучение своих корней. В советское время, ну и по понятным причинам, вот именно это направление было зарублено на корню. Ну, во-первых, как бы мы все в советское время были устремлены в будущее, и, соответственно, прошлое и конкретно своей семьи как-то вот оно не было развито. То есть, и в Советском Союзе это даже, может быть, и не приветствовалось в какой-то степени. Хотя, честно говоря, я не помню, чтобы кто-то запрещал, но никто этим не занимался. Ну, вот зная свою семью, да, то есть, что я начал очень поздно заниматься историей своей семьи. Я знаю, что очень многие люди спохватились уже в позднее время, когда нужно заниматься именно историей своей семьи. И история семьи, особенно если мы говорим о коренных псковичах, это история, собственно говоря, города, в общем-то, и история такой вот именно малого места, да. То есть, это то, что должно быть интересно и человеку, который этим занимается, потому что это его лично, это ему должно быть интересно. И в то же время через историю своей семьи он знакомится с историей города. Вот это в узком понимании, что такое краеведение. Для Пскова в нашем привычном понимании слово «краеведение», наверное, не совсем уместно. Псков – это всё-таки один из крупнейших летописных городов, это один из крупнейших древнерусских центров, и находки археологов последних десятилетий меняют, опять же, наши представления, и Псков нужно выводить активно из стены Новгорода, потому что те находки, которые сделаны на территории двора Подзноева, ещё ранее на территории нынешней вещевой ярмарки, они говорят о том, что Псков был достаточно крупным административным, видимо, центром в этот период, в X веке, и его нужно выводить активно из стены Новгорода. И краеведение здесь не совсем уместно, потому что это всё-таки общерусская история, и это истоки вообще всей нашей древнерусской истории. И здесь как бы это уже история, а не краеведение. Но, тем не менее, если мы говорим, нравится мне такой пример, это с Вениамином Каверином, то есть, что такое краеведение и история. Вениамин Каверин – писатель, который общероссийский, он известен, и он будет интересен как жителю Брянска, так и жителю Тулы, жителю Москвы и так далее. А его отец, например, Абель Зильбер, то есть, он человек, который известен, ну, интересен как человек, будет, наверное, исключительно псковичам. Поскольку Абель Зильбер был очень известным в своё время человеком здесь, очень уважаемым человеком. Вот это и есть краеведение, да, то есть, как бы, судьба человека, который жил здесь и приносил пользу именно городу Псково, и был известен только в городе Псково. Превоевать этот интерес, даже сложно сказать, как, через школьную программу, я боюсь. Да и когда? И когда. Школьники сегодня очень загружены, на самом деле, и ещё один предмет, на мой взгляд, просто немыслимо добавлять. Несомненно, это должна быть какая-то внешкольная кружковая работа, это должна быть работа музеев, это должна быть работа библиотек. Она ведётся, на самом деле, библиотеки очень активны, музей тоже очень активен, и это заметно. То есть, ну, я просто иногда вижу в Кремле в том же занятии с детьми, музейные сотрудники проводят, это очень интересные вещи, которые они делают, и мне это очень нравится. Очень много сейчас разного видеоконтента в интернете, и такие популярные направления, когда, ну, не только показывать вот какие-то общие известные факты, да, о том же Пскове, Но когда делается акцент на такую завлекательность, приезжает какой-нибудь диггер, который любит там изучать подземелья, и вот выходит видео с таким громким названием подземелья, там, Пскова, подземные ходы, туннели, какие-то водохранилища, тюрьмы, система водоотведения и так далее. Насколько стоит вообще верить вот таким блогерам, таким интернет-работникам, я бы сказала, или все-таки стоит лучше почитать литературу серьезную, нежели вот погружаться в омут с головой? Ну, читать всегда нужно, тем более, что сегодня это не обязательно найти в библиотеку, очень много интернет-изданий, точнее, интернет-ресурсов, где выложено и оцифровано очень много различной литературы, очень интересной литературы, научной литературы очень много оцифровано. Я делаю иногда такие открытия в интернете, в смысле, нахожу какие-то вещи, которые, казалось бы, ну, найти было бы невозможно, но вот был такой в XIX веке очень известный Псковский краевед Иваницкий, о нем писал в свое время Натан Феликс Вичлевин, есть хорошая большая статья, и обычно его цитируют, например, в связи с легендой Красного Креста, когда Красный Крест – это нынешний перекресток улицы Советской и Некрасова, и предчисляется легенда, почему называется так Красный Крест, что поляки в 1581 году прорвались в Псков, все-таки прорвались, и псковичи дали им сражение именно на этом месте, и Иваницкий пишет, ну, наверное, какой-то священник в том числе вышел навстречу и был убит, и окровавленный крест священника, видимо, лежал, и вот поэтому стало называться перекресток Красный Крест. Это все пересказывается на тех или иных ресурсах, и на Натана Феликсовича Левина там даже, по-моему, цитаты приведены, и мне стало интересно найти сами воспоминания Иваницкого. Как же я был удивлен и приятно удивлен, что эти воспоминания в полном объеме выложены, и их очень интересно, увлекательно читать. Там представление о Пскове первой половине XIX века. Ну, оказывается, у него есть очень удивительные вещи, он говорит о том, что, например, на месте дома губернатора, там, где у нас библиотека еще недавно была имени Каверина, там находился дом посадников, а около этого дом посадников на месте нынешнего, ну, это он не пишет, конечно, я сейчас пересказываю, на месте нынешнего детского парка, находилась вечевая площадь и проводилась вечь. Согласитесь, это очень необычно для нас. Но это представление людей начала XIX века. Видимо, он пересказывает то, что в то время считалось само собой разумеющимся, поскольку это не найти нигде в летописях, этого нет нигде. Поэтому это очень интересно, и это интересно читать. Несомненно, чтобы понять, что вот это все вымысел, нужно знать литературу. То есть, в первую очередь, это книга Инги Константиновны Лобутиной, которая, вот если мы хотим найти вечь совсем не там, где мы его обычно знаем, то нужно обратиться к книге Инги Константиновны Лобутиной, потому что Инга Константиновна Лобутиной, несомненно, очень досконально и дотошно исследовала все псковские летописи. И сегодня, по большому счету, после того, что проделала Инга Константиновна, то обычному читателю, в общем-то, нет смысла даже обращаться к летописям. Достаточно обратиться к книге Инги Константиновны Лобутиной, чтобы найти что-то, что его интересует. И Инге Константиновне Лобутину На самом деле нужно поставить памятник за эту книгу Потому что это действительно очень-очень доточное исследование А что касается тех блогеров Да, приходится смотреть это видео Иногда Не все блогеры настолько плохие Бывают хорошие блогеры, которые приезжают Как же отличить Снимают хорошие фильмы Бывают тоже и у них ляпы Ну, они у всех бывают И у меня бывают ляпы Я тоже иногда допускаю ошибки И потом их приходится исправлять Но есть блогеры, которые приезжают И снимают совершенно нелепые видео Их отличить вполне легко Просто руководствуясь здравым смыслом Зачастую, когда нам говорят о том Что была катастрофа в XVIII веке И был глобальный потоп И все занесено И посмотрите, в Пскове здания Окна наполовину занесенные И при этом нам показывают дома Которые построены после Великой Отечественной войны То становится смешно То есть, ведь можно же руководствоваться Просто здравым смыслом сказать Но это же Галли Матья И, соответственно, дальше не смотреть вообще этот фильм То есть, понятно, что это будет Дальше смысла, но никакого нет Это просто зря потрачено время Но из любопытства, да Что-то мужчина фантазировал, товарищ Просто иногда фантазии, они бывают Не до конца проработаны у этих же авторов Здесь такой, по-моему, он тоже Пскович Недавно буквально смотрел его ролик по Печорам Зачем он его выложил, я не знаю Потому что я бы постыдился такое выкладывать То есть, хорошая идея Я сейчас фантазию пересказываю Это к истории не имеет отношения Вот мы с вами говорили о легендах Это один из блогеров Который несет антизнание людям Такого блогера смотреть не надо Я не буду сейчас называть его фамилию Чтобы не рекламировать его Он снял ролик про Печоры У него там было два гостя с ним из Москвы Видимо, приехавших И вот он им рассказывает о том Что, посмотрите, ну, разве могли нормальные люди Построить крепость в Овраге? Не могли Значит, крепости, скорее всего, здесь не было И, скорее всего, Оврага изначально не было Когда-то, говорит он, здесь была звездочная крепость Ну, там же есть бастионы Петра Великого Они действительно, если посмотреть сверху Поскольку они имеют пятиугольную форму Соответственно, да, это похоже на звезды И такие бастионные системы появляются в Европе с 15 века По всей Европе этих крепостей огромное количество И, естественно, вид сверху Они вот Отсюда возникла вообще вся теория Про звездные крепости У нас в России, по крайней мере Вот он говорит Овраг появился, потому что его промыло ручьем А потом, говорит, пришли монахи И заселили эту территорию А потом построили какую-то крепость Ну, все хорошо Ну, ты дальше-то эту рассказывай теорию Красиво же А в конце один из гостей Ну, то есть, уже ролик весь почти прошел Один из гостей спрашивает Ну, странно, говорит Зачем звезды зачитают церковь в овраге? Ну, да, говорит он, странно Ну, ты же только что вначале развивал совершенно другую идею То есть, он уже забыл, что вначале говорил Вот как бы здесь иногда Просто руководствуясь здравым смыслом Можно понять, что полная чушь И смотреть, и тратить на это время не нужно И таких роликов очень много снято И это тоже печально и грустно И понятно, что люди как бы Это элементарное невежество И нежелание заниматься самообразованием, обучением И иногда понимать какие-то вещи Но это то же самое, если я сейчас начну рассуждать И, не знаю, о балете Я в нем не разбираюсь Я наговорю такого, что люди, которые в этом разбираются Скажут, ну да У нас не так много времени, к сожалению, осталось Но вот вопросов у меня, конечно, много Несколько я очень хочу задать Вот хотя бы краткий ответ от вас получить Хочу спросить вот тоже, с чего я начинала О включении псковских храмов в список всемирного наследия ЮНЕСКО Вот по-вашему, это поспособствовало тому, что к Пскову стало больше внимания Именно с точки зрения туристов Что им, наконец-то, можно не только на Троицкий собор посмотреть Но вот еще и на перечень этих объектов Ну, по логике вещей это должно было стать Есть ли какой-то эффект, мне сказать сложно Потому что я не занимаюсь мониторингом То есть я не знаю, насколько это стало По логике вещей это должно было привнести Потому что само по себе и ЮНЕСКО как бы это некий статус Серьезный, поэтому это должно было дать эффект Но насколько это привело, по факту сказать сложно Надеюсь, что это привело к росту интереса к этим объектам И, наверное, последний вопрос о разных популяризаторских акциях Акциях, которые так или иначе обращают людей К истории того места, где они живут Вот одна из самых больших акций, таких всероссийских Это этнографический диктант Вот как вы относитесь к разного рода привлечению людей К изучению истории, вот конкретно к этому диктанту Я вот читала несколько ваших отзывов Вот мне хочется, чтобы вы частично их озвучили Про диктант я узнал абсолютно случайно Это к вопросу о том, что его реклама, видимо, была недостаточно То есть я о нем узнал случайно У меня есть блог Я веду этот блог И у меня вдруг резко выросла посещаемость Я долго не мог понять, в связи с чем Она просто в разы выросла Вдруг И потом я наткнулся уже на сообщения в социальных сетях О том, что есть такой большой этнографический диктант Который на самом деле оказался не совсем этнографическим Поскольку часть вопросов оказались историческими Причем доля исторических вопросов оказалась очень высока И там было интересно, что диктант был разделен на две составляющих Была составляющая общероссийская и региональная В региональной части по Пскову также были вопросы исключительно исторические Почти там были этнографические вопросы, но очень много было исторических вопросов И исторические вопросы, они, скажем так, ответы на них абсолютно неверные Даны авторами диктанта То есть там абсолютно все перепутано Что только могло быть и не могло быть И уже не говорили То есть абсолютно безграмотно составленные вопросы И ответы, соответственно, к ним Поэтому, с одной стороны, это привело к тому, что, например, посетители моего блога Не могли найти правильные ответы Потому что угадать их было невозможно И это печалит То есть это как бы приводит к тому, что часть пользователей посчитала, например, мой ресурс Недостаточно интересным и правильным Потому что на нем нет ответов И это довольно плохо для меня И, соответственно, это, скажем так, это не популяризация Это антипопуляризация То есть так нельзя делать Это, опять же, говорит о достаточно большом невежестве Людей, которые занимались этим Наверное, о безответственности этих людей Потому что, на самом деле Я посмотрел, кто был куратором отпусковской части Это был сотрудник администрации По-моему, то ли о городской, то ли областной Сейчас уже не вспомню И человек, который, по всей видимости, совсем не разбирается в истории И все, что он сделал Это первое, что ему попалось под руку на интернет В каких-то ресурсах, видимо, не самых лучших Что он отобрал И, к сожалению, видимо, эти вопросы и попали И те, кто проверял эти вопросы на федеральном уровне Они также безответственно отнеслись к этой работе И не проверили Вот эта безответственность, мне кажется, играет плохую шутку И очень плохая вещь с этим происходит То есть очень многие вещи, которые у нас связаны с популяризацией Очень часто наталкиваются на такую же проблему Что это примерно так же, как блогеры, которые приезжают к нам И снимают о потопах в засыпанном городе и так далее Хочется пожелать нашим радиослушателям Хороших источников, исторических в том числе Александр, большое спасибо за разговор Спасибо вам Очень информативно И я не сомневаюсь, что достоверно Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был исследователь И популяризатор истории, краевед Александр Оконев На этом я, Дина Добрешута, прощаюсь с вами Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому